Покрытая жемчужными и тайнами Индийского океана, старинная балийская лодка добралась в сердце столицы Урала. За 600 лет морских странствий она и сама стала частью подводного мира. Обратите внимание, на корму лодки она выполнена в виде акулы, чтобы отпугивать других акул. А также вот дно лодки, ручная работа. Но и природа оставила свой отпечаток за 600 лет, в дно лодки вросли моллюски. А вот и далекий родственник знаменитого русского петрушки. Это коллекция кукол Индонезийского театра. Возраст фигурок более 120 лет. Уникальная экспозиция стала еще одной жемчужной выставки. Это такое уникальное погружение в чужую культуру, которое будет нам намного ближе и намного более понятно, когда мы посмотрим поближе, познакомимся с тем, что здесь представлено. Эти великолепные красочные работы, которые передают колорит такой далекой, но уже значительно более близкой нам страны. Выставка о жерелье Эквадора посвящена 75-й годовщине установления дипломатических отношений между холодной Россией и жаркой Индонезией. Над экспонатами трудились и российские художники. Почти 20 лет они писали картины на знойных индонезийских островах. Всего же на выставке представлено более 170 работ. Погрузиться в тропическую атмосферу на Урале можно до конца мая. Злата Ведерникова и Николай Косарев. События ТВ.